То, что я дальше скажу, может попахивать мистификацией. Сэкономили за счет более качественного планирования компании 11 миллионов долларов в год. То есть окупаемость это минимум в 10, а то и в 100 раз. Даже больше. Юриспруденция, бухгалтерский учет, финансовый учет и так далее, и так далее. Все это дает мне, как руководителю компании Lomacon, корус. А какой бы ты мог дать совет тем людям, которые вот только сейчас думают относительно своей компании, своего бизнеса? Дорогие друзья, здравствуйте. У нас сегодня встреча с Дмитрием Красиловым, который, с одной стороны, генеральный директор компании Lomacon, который уже один год сегодня, а с другой стороны, мой партнер, с которым мы вместе работаем уже 7 лет. И за эти годы много чего произошло. Я думаю, что у нас сегодня будет такой интересный разговор и про бизнес Lomacon, и про бизнес Коруса, и про лидерство. Первый у меня вопрос, собственно говоря, что это за компания, чем она занимается. Расскажи два слова нам. Да, компания Lomacon, как и большинство бывших международных консалтинговых компаний в России, исполнился один годик. Мы помогаем нашим клиентам из разных индустрий принимать взвешенные управленческие решения в цепочках поставок за счет построения оптимизационных математических моделей и проведения сценарного анализа. То есть мы за счет цифр помогаем интуиции клиентов принимать в основном инвестиционные решения в логистике. Вот чем занимается компания Lomacon. Слушай, ну ты вот такое длинное название, да? Там было про математику, там было про моделирование. А при чем здесь IT? Потому что мы все, в общем-то, вокруг IT. Как это взаимосвязано? Ну, ты знаешь, IT здесь является сердцем тех решений, которые принимаются на базе математики, поскольку мы используем специализированное промышленное программное обеспечение, которое позволяет нашим клиентам не столько и не столько строить цифровых двойников цепочек поставок, но и проводить сценарный анализ того, что построено, и интерпретировать эти результаты применительно конкретно к их бизнесу. И вот это ключевая ценность этого IT-инструмента, которым мы пользуемся. Ну, просто когда говорят IT, обычно IT-шники никто не знает, чем они занимаются. Ты приходится рассказывать про компьютеры, про программы, про программирование. А как ты пришел в IT? Как ты там оказался в этой сфере? Да, слушай, ну сейчас кажется, что шансов не попасть в IT у меня не было. Если совсем издалека начать, то я родом с маленького провинциального городка на Дальнем Востоке. Рос я в 90-е, вот, и когда у меня появилась возможность получить образование, математическое образование в Москве, я за этот шанс уцепился руками и ногами. И в результате у меня красный диплом по математике. И где-то примерно на третьем курсе я для себя принял решение, что мне нужна глубокая специализация в каком-то IT-инструменте. И я целевым образом начал готовить себя к профессии администратора баз данных Oracle. Надо сказать, что я в итоге посвятил этому 7 лет своей карьеры. Я являюсь сертифицированным специалистом по технологиям Oracle. При этом надо отметить, что до поступления в институт, до переезда в Москву, я компьютер лишь издалека видел. Потому что было не очень это все доступно в те годы. Слушай, ну у меня тоже как бы математическое образование, как ты знаешь. Единственное, у меня нет красного диплома. У меня примерно 4,5 такой средний балл, может, чуть выше. Вот ты перфекционист получается, да? То есть ты всегда вот так, чтобы до конца. Слушай, я все время рос таким, знаешь, примерным сыном. Мамина радость, папина гордость. Это не очень было популярно в те годы в маленьком городке. Но по большому счету, да, я старался, по крайней мере, в то время, когда учился, быть максимально на высоте. Для меня это было прям очень-очень-очень важно. И в целом то, что в итоге получилось переехать в Москву, это вот, наверное, результат того стремления, которое у меня было. Ну и тогда следующий вопрос, да? Вот такой перфекционист, значит, Москва. Почему Корус? То есть вообще откуда эта мысль возникла? Знаешь, то, что я дальше скажу, может попахивать мистификацией. Но я в целом убежден в том, что все, что в жизни с нами происходит, происходит не просто так. То, что я переехал в Москву, то, что я занялся оптимизационной математикой, то, что я в конце концов попал в Корус в 2017 году. То это все, ну, если угодно, веление судьбы. Когда мы принимали решение о трудосуществе в этом 2017 году, мы делали первый проект по оптимизационной математике. Из другой компании ее уже не существует. И тогда я для себя поставил вопрос, а вот эта ниша моделирования, это действительно какой-то рынок или мне просто разовый проект попался? Ответа тогда я не знал на этот вопрос. Соответственно, история про там собственную компанию, про стартап отпадала. И, слава богу, что отпадала, не было, это он к ней готов. Вот. Теперь про то, как в Корусе оказался. Значит, параллельно с первым проектом по оптимизационной математике мы делали небольшой проект в компании Alvisa. Это производитель Ганьяка Старейшина. И у меня сложились хорошие отношения с IT-директором, с Ваней Маленького. И я поделился с ним своими соображениями, что там надо поменять место работы, куда бы пойти. Вот все в этом духе. И параллельно со мной в Alvisa делала проект команда из Коруса по бюджетированию. И он сказал, что пообщайся с ребятами, вроде неплохие, делают все хорошо, но в Корусе я никого не знал. То есть эта компания для меня была такая, терра инкогнито. Но был LinkedIn и был контакт с тобой. И я решил, что была, не была, напишу эти сообщения. Ты наверняка помнишь, что на одной встрече внутри Коруса я про это рассказывал, даже показывал, как это сообщение выглядело. Я решил, что раз уж меняем место работы, за спрос денег не берут, напишу тебе. Если ты как собственник поддержишь идею моего проекта, моего бизнес-проекта, то мы обо всем договоримся. Вот, собственно, так я в Корусе оказался. Да, кстати говоря, мне до сих пор пишут в LinkedIn. И на самом деле я очень внимательно смотрю, как написано письмо. Если видно, что это письмо написано персонально для меня, именно персонально, не машина поменяла слова, а есть контекст. И видно, что человек думал, когда писал это письмо. Я всегда отвечаю, всегда. Потому что действительно очень часто такие, скажем, инсайты и люди, которые что-то хотят, они действительно делают. Я так понимаю, что у тебя часто было, когда ты писал письма незнакомым людям, и это срабатывало, ты про это тоже рассказывал. Да, у меня на самом деле целых три кейса про это есть. Это одно единственное сообщение в LinkedIn о трудоустройстве тебе, это письмо в пятерочку, и это письмо в компанию Splat. Это интересный кейс, на самом деле, если кто пользуется этой продукцией, в каждом тюбике зубной пасты Splat есть письмо владельца компании потребителю. И внизу есть его контакты, электронная почта. И я один раз, когда на заре своей карьеры продавца, коим я до сих пор не являюсь, я написал на этот адрес, что-то там сформулировал про прогнозную аналитику. Я уже не помню, на самом деле, как это звучало, и он мне ответил. Это на самом деле было довольно интересно и необычно, потому что обычно это просто остается без внимания. Но я думаю, это надо отфиксировать, что, дорогие наши друзья, что если вы что-то хотите, надо действовать. Вот я так понимаю, что у Димы такое жизненное кредо, то есть он берет и действует, и в результате получается результат. Это очень круто. Но ты при этом сказал важную сейчас фразу. Ты сказал, что очень хорошо, что ты сначала не стал делать компанию, стартап, но вот прошло 7 лет с тех пор, у тебя теперь есть и такой опыт, и такой. А в чем разница, и почему ты сам считаешь, что изначально это было неправильно? Ну, короткий ответ, потому что я не был готов. Ну, в чем? В чем ты не был готов? Да, да. Основной гэп по знаниям, который у меня существовал на тот момент, я неплохо представлял себе, как делать проекты по оптимизационной математике, но я совершенно не понимал того, как управлять компанией. Это абсолютно разные истории, и это вот надо прямо сейчас отфиксировать. Если у тебя есть бизнес-идея, это еще не значит, что ты сделаешь успешную компанию, потому что за перспективные идеи стоит еще куча всего, о чем нужно думать, о чем ты на самом деле даже не догадываешься, когда эту идею создаешь. Ну да, мне, кстати, много приходят люди с идеями, да, и я считаю, что сама идея... Это и сильно. Да, это ничего, но очень важна идея, и очень важны люди, которые имеют опыт по реализации идеи. И обычно это разные люди, потому что много людей, у которых есть идеи, а те люди, которые умеют доводить идеи до конца, они обычно заняты делом, да, и в этом смысле здесь есть такое тоже очень интересное противоречие. Ну так все-таки, вот смотри, сейчас есть уже компания, есть уже опыт, вот, а где вот этот вот, скажем, эффект синергии между твоей компанией, да, Ломакон и вот группой компании Корус Консалтинг, то есть в чем в настоящий момент этот эффект? А вот на самом деле это продолжение моей предыдущей мысли. Мы сейчас, ну это уже можно с уверенностью сказать, довольно неплохо можем работать с рынком по оптимизационной математике. В то же время мы совершенно слабы в таких вещах, как юриспруденция, бухгалтерский учет, финансовый учет и так далее, и так далее. Но без этих бэк-офисных служб компания существовать не может. Ну вот такова природа, не может существовать компания без всего этого. И все это дает мне, как руководителю компании Ломакон, Корус, как платформа. Я пользуюсь этими службами и имею возможность сфокусироваться на том, что у меня получается. И для меня это самая-самая большая ценность. Я не должен думать о том, подали ли мы вовремя отчетность ФНС, выплатили ли мы вовремя зарплату, еще что-то. Какие-то вещи, которые обычно, ну такого традиционного предпринимателя всегда беспокоят. Меня это не беспокоит от слова совсем. Я занимаюсь тем, что развиваю компанию, развиваю рынок, зарабатываю репутацию и так далее, и так далее. Я делаю то, что у меня получается хорошо, но не занимаюсь тем, чего я не знаю, и чем, честно говоря, не очень хочется их заниматься-то по большому счету. Ну все-таки ты генеральный директор, поэтому тебе надо думать по поводу того, чтобы зарплату получали вовремя. Другое дело, что, наверное, правильно фокусироваться на том, чтобы был бизнес, была прибыль, были довольные клиенты. Если это так, то есть деньги на счетах, естественно, технический вопрос, как их заплатить. Корус – это такая среда, где, с одной стороны, люди, которые могут, даже слово, может быть, хотят неправильно, могут, да, могут, да, они получают достаточно много полномочий. И в этом смысле очень хорошее место для того, чтобы попробовать вещи, связанные с управлением бизнеса, при том, что компания страхует очень многие истории. И потом, потом, по сути, стать полноценным руководителем. А с другой стороны, мы же вот за последний год запустили даже три, наверное, уже отдельных стартапа, которые даже уже инвестиции привлекли. Да, поэтому это про регулярный бизнес, айтишный, консалтинговый бизнес. А с другой стороны, это про инновации, про стартапы. Меня, конечно, это очень сильно вдохновляет, потому что у нас лидеров много, разные формы, да, дальше реализации, разные субкультуры. Но, тем не менее, все это базируется на единых ценностях компании, в которые я, конечно, очень сильно верю. Потому что за эти, там, 19 лет, что я работаю в Корусе, компания очень много мне дала. Именно с точки зрения возможностей самореализации, я считаю, что это очень, наверное, такая вещь, самая важная про компанию Корус Консалтинг. Здесь, наверное, надо отметить, что руководитель, даже руководитель направления сразу начинает нести финансовую ответственность за результат. И вот эта финансовая ответственность за результат, она, на самом деле, дает очень много тебе, как будущему предпринимателю, поскольку учит управлять, там, денежными потоками, учит управлять доходами и расходами. И это потом становится фундаментом для того, чтобы ты смог управлять самостоятельно уже своим бизнесом. Поэтому я с тобой абсолютно согласен, Корус – это очень хорошая среда для того, чтобы протестировать свою бизнес-гипотезу, попробовать запустить ее внутри компании, ведь я долгое время был руководителем направления внутри департамента, внутри компании Корус, и развивал этот бизнес оттуда, пока, в конце концов, мы не приняли решение о том, что это будет независимое юридическое лицо. И вот все это время я учился управлять этим бизнесом, и Корус дал мне возможность освоить эти навыки, поскольку я 7 лет назад и я сейчас, с точки зрения того, что я знаю и умею, это просто кардинально два разных человека с кардинально разным набором компетенций и знаний. Да, я с тобой абсолютно согласен, потому что я по факту прошел весь тот же самый путь. Ну а все-таки вот если взять вот эти вот 7 лет, да, и взять тебя 7 лет назад, вот какой бы ты сейчас себе дал совет, вот уже с высоты этого опыта? На самом деле совета два. Совет номер один и самый главный. Освой управленческий учет. Прям разберись, что это такое. Это самое-самое главное, о чем должен думать начинающий предприниматель. Я глубоко убежден, что большое количество бизнесов закончило свое существование из-за того, что их руководители не разобрались сразу в управленческом учете. И, следовательно, там совет номер два. Фокусируйся на прибыли, а не на выручке. Это тоже прям идеальный совет начинающим предпринимателям, потому что когда у тебя, как ты правильно сказал, есть деньги на счетах, которые не аллоцированы на какие-то расходы, ты являешься успешной компанией. Потому что, ну, не мне тебе рассказывать, как часто бывает, что прибыль есть, а денег нет, да, потому что все это уже давно-давно расписано. Ты же генеральный директор, да, ты лидер компании. И у меня вопрос может быть такой, а что для тебя вот лидерство? Ну, то есть вот, несомненно, ты лидер, яркий лидер. У тебя и свои каналы, и YouTube, и ты снимаешь программы, при этом успеваешь руководить этим бизнесом. Вот что для тебя лидерство? На мой взгляд, может быть, эта мысль, она немного противоречит общепринятой, для меня лидерство – это партнерство. То есть я себя считаю лидером компании, но меня окружают мои единомышленники, которым я имею возможность, и это вот прям очень-очень важно, имею возможность доверять как себе. Я своим ребятам, которые со мной уже много лет работают, доверяю как себе. Я могу делегировать. Я помню, что мы с тобой несколько лет назад этот вопрос делегирования обсуждали. Я имею возможность делегировать и не думать о том, будет это исполнено или нет. Я уверен, что будет, потому что ребята точно так же вместе со мной в одной лодке плывут к нашей цели вместе. Поэтому для меня лидерство – это когда у тебя есть команда сплоченная, единомышленников, партнеров, которым ты доверяешь как себе. Ну, я с тобой согласен. Особенно если вы вместе получаете результат, и его получаете долгосрочно, наверное, это очень важно. И, кстати говоря, если говорить про результаты, миссия нашей компании состоит в том, чтобы наши клиенты получали значимые измеримые результаты долгосрочно. И вот Ломакон и, в принципе, это направление моделирования цепочек поставок, оно, наверное, наиболее близко к тем проектам, где можно очень четко оценить результат. Ну и поскольку весь Корус, он, в принципе, изначально вырос из проектов в ритейле, а в ритейле всегда все было быстро, четко, очень четко считалась прибыль. Нам повезло в этом смысле. Вот, может быть, ты расскажешь про какие-то такие наиболее яркие проекты, которые вы делаете, да, потому что мы много говорили в общем про бизнес, но вот если конкретика, и какие результаты там были получены. Ну, я с тобой здесь абсолютно согласен. Компания Ломакон, на мой взгляд, максимально близка к тем ценностям, который Корус как платформа для себя сформулировал, мы действительно в каждом первом проекте получаем результаты, которые можно образмерить, и в каждом первом пресс-релизе, видеоотзыве, в совместном выступлении с клиентом или отдельном клиентском выступлении звучат цифры. Цифры эти про экономию, цифры эти про увеличение прибыли, это цифры про влияние математического моделирования на бизнес заказчика, ну, нашего клиента. Вот. Поскольку проектов мы сделали достаточно много, я, наверное, расскажу про три таких последних наших проекта, буквально проекты этого года. Первый проект — это компания Росагра, масложировой дивизион, который с помощью математической модели, которую мы им создали, которую они пользуются самостоятельно, сэкономил 13% от совокупных логистических затрат на движение сырья и товаров. Второй пример — это компания «Детский мир», безусловно, известная компания, лидер индустрии детского ритейла. С помощью математической модели мы им рассчитали локации кроссдокинговых площадок, и за счет этого они сэкономили 5% на транспортных затратах. А вот в абсолютных деньгах это о чем? 5%? 5%? Ну, здесь есть такое понятие в ритейле, как розничный товарооборот, и доля логистики в этом розничном товарообороте обычно составляет от 4 до 6%. И вот можно посчитать, есть оборот «Детского мира», есть доля логистики. Это сотни миллионов, да. То есть это точно больше сотни миллионов. И это надо понимать, что это был такой фокусный проект. Когда мы создаем стратегию развития логистической инфраструктуры крупного ритейла, речь идет уже не о сотнях миллионов рублей, а о миллиардах. То есть окупаемость это минимум в 10, а то и в 100 раз? Даже больше. То есть возврата инвестиций от таких проектов, он колоссальный. И, собственно, это и выделяет эти проекты среди всех остальных. Ну и последний проект, о котором я расскажу, он не связан на самом деле с математическим моделированием. Для русской рыбопромышленной компании мы оптимизировали процесс планирования первичной логистики и сэкономили за счет более качественного планирования компании 11 миллионов долларов в год. То есть это прямо тоже защищенный эффект, есть пресс-релиз по этому поводу. Колоссальные цифры с учетом курса, да и в целом даже по предыдущему курсу, это были колоссальные цифры, которые значительно улучшили экономику компании в целом. Ну получается, что такие проекты и продавать не нужно. То есть если у тебя такие результаты, ты просто приходишь, показываешь результаты. По идее должна очередь стоять из клиентов. А я и говорю, что я продавать ничего не умею. Просто рассказываешь про результаты, да? Стараюсь просить своих клиентов рассказывать про результаты. Потому что когда рассказывает консультант, это дело совсем одно. Когда рассказывает клиент другому клиенту, неважно, это на конференции происходит или кулуарно, это совершенно другой эффект. И при принятии решений, естественно, такие рекомендации очень дорогого стоят. Да, как раз вот я только что, до того, как мы начали эту запись, сидел, и мне пишут наши сотрудники, которые прямо сейчас в Сколково проходят обучение CDTO. А там выступает клиент перед аудиторией и рассказывает про то, как они работают с корусом. Он не знает, что они сидят в зале. Это, конечно, реально очень и очень круто. Ну, слушай, я не могу не спросить, потому что перфекционист, управляет бизнесом, но при этом ты как-то находишь время. Ты очень плотно работаешь персонально с вузами. Я даже понимаю, что у тебя есть сейчас авторская программа, которая есть и в корпоративном формате, и в формате для ВУД. Расскажи, зачем ты это делаешь и, в общем, что это для тебя? Ну, слушай, я на самом деле после окончания института хотел пойти в адюнктуру, получить ученую степень и параллельно с работой преподавать в университетах. Но еще не поздно. Я решил, что это будет мое хобби на закате карьеры. До заката карьеры, я надеюсь, еще далеко, но эту идею я постепенно реализовываю. Мне очень приятно, что ведущие московские вузы приглашают меня и моих коллег не только читать гостевые лекции или вести курсы, но и участвовать в экспертных советах этих университетов. Для меня это очень ценно и очень приятно. Кроме того, ты действительно прав, для нас вузы это источник ценных мотивированных кадров. И мы действительно проводим, уже несколько лет проводим авторский курс, на который отбираем самых мотивированных студентов. Они проходят достаточно жесткое сито отбора и проходят наше обучение, делают это в основном совершенно бесплатно. После чего они трудоустраиваются в наших клиентов, либо мы их берем себе. И уже сейчас есть примеры, когда выпускники таких курсов строят карьеры в крупных компаниях. Я здесь не могу не привести пример. У нас есть гордость наша Оля Шевченко, которая сейчас уже является руководителем среднего звена в такой крупной компании, как Русагра. Оля, тебе огромный привет. Мы очень рады за твою карьеру. Поэтому для нас это в целом очень интересная история. Ну и плюс я в целом люблю рассказывать. Меня там кто-то стендапером называет. Ну вот, наверное, стендапами заниматься не хочу, но преподаванием в вузах и делиться опытом, который есть у нас, я готов. Готовы мои коллеги. И это ценно и для вузов, которые видят реальный опыт. Это ценно для студентов, которые могут получить старт карьеры своей, работая либо в консалтинговой компании, либо на проектах у клиентов. Поэтому это такая ситуация вин-вин. Ты генеральный директор, ты, наверное, тоже транслируешь какие-то ценности. Для меня это всегда очень интересный вопрос. Ну, во-первых, какие главные ценности для тебя, как и для руководителя, и теперь уже бизнесмена, и как это сочетается с тем, что есть в Корусе? Можешь на такой вопрос ответить? Это синергия. Это, безусловно, синергия. Ключевая ценность для меня, как руководителя компании и держателя бренда, это репутация. Я всегда всем своим сотрудникам и в целом в рынок говорю о том, что репутация для нас это приоритет номер ноль. И я приводил примеры, когда некоторые наши проекты не являлись коммерчески успешными для компании, но тем не менее мы доводили дело до конца, чего бы нам это ни стоило. И вдолгую оказывается, что даже неуспешный проект на старте дает тебе в целом комфортную экономику взаимодействия с клиентом. И самое главное, дает тебе счастливого клиента, готового тебя рекомендовать другим. И вот самое сложное, что было за эти годы, это наработать эту репутацию. Когда у тебя есть референсы, когда у тебя есть трек выполненных проектов, когда эти проекты не закрыты, что это какая-то ноунейм-компания посотрудничала с тобой и получила результат. А это конкретный руководитель этой компании, который готов про это рассказывать, готов тебя рекомендовать. И в общем репутация это самое-самое главное. И второй, наверное, вторая ценность, которая для меня важна, это работа в долгую. Вот мы с тобой очень много про это говорили, ты про это очень много говоришь, что нужно работать в долгую. И когда мы выходим на этот рынок, то начинаем работать с клиентом, работа в долгую, это на самом деле самое главное. Не нужно смотреть на еще минутную выгоду, нужно посмотреть, что будет с этим бизнесом через 3, через 5 лет, через 7 лет. Как ты будешь выглядеть в глазах клиента, как тебя будут воспринимать на рынке, что будет стоить твое слово на рынке. Вот для меня вот это прям самые главные ценности. Мне это очень близко. И вот близкий вопрос опять же, а какой бы ты мог дать совет тем людям, которые вот только сейчас думают относительно своей компании, своего бизнеса? Вот что ты посоветоваешь? Я бы сказал следующее, что первое, что нужно иметь на входе, это та идея, с которой ты приходишь на рынок. Ты в эту идею должен верить безусловно. Безусловно, здесь ключевое слово. Не должно быть никаких сомнений, что эта идея полетит. Второе, ты должен уметь заразить этой идеей окружающих. И третье, самое главное, найти своего клиента, который с помощью твоей идеи улучшит свой бизнес. Хорошо, если это улучшение можно измерить. Еще лучше, если клиент будет готов про это рассказывать. Нам в свое время помогла достаточно узкая специализация. То есть мы определили, что мы не на весь рынок работаем. У нас есть выборочные индустрии. У нас есть довольно узкий набор услуг, которые мы оказываем. И даже на этих выборочных индустриях мы фокусируемся на определенных людях внутри компании, которые готовы заказывать у нас подобные услуги. Потому что, я тебе откровенно скажу, далеко не все, особенно это поначалу было, готовы были воспринимать математическое моделирование как некую ценность, которую консалтинговая компания привносит в их жизнь, в их бизнес. Я абсолютно с тобой согласен. Более того, из моего опыта, если вот эта идея есть и вера в нее очень сильная, то на самом деле клиент готов подписывать договоры и даже деньги платить, если еще продукта нет. Потому что он верит в то, что это будет создано. И я много таких случаев видел, поэтому абсолютно с тобой согласен. С другой стороны, как мы уже обсуждали, есть люди, у которых есть идея, но видно, что нет энергии, веры в то, что они доведут это до конца. И это такая фундаментальная... Вера, вернее, не вера, она же передается. Абсолютно точно. И вербаликой точно передается. Абсолютно точно. Я 100% убежден. Ну и важный момент, вот с учетом того опыта, который у тебя есть, вот как ты считаешь, а кто те люди, которым подойдет тот же сценарий реализации себя вот на такой платформе, как Корус? Кто они? Мне кажется, это те предприниматели, которые готовы работать в партнерской модели. Потому что когда ты начинаешь новое дело, новый бизнес, ты берешь на себя те самые пресловутые предпринимательские риски. Если ты готов работать в партнерской парадигме, то ты эти предпринимательские риски делишь со своими партнерами. Но надо понимать, что когда ты добьешься успеха, если ты добьешься успеха, то успех, естественно, тоже нужно будет делить с партнерами. И те предприниматели, которые готовы в такой схеме работать, им мой путь подойдет. Те же, которые считают, что они готовы сделать все самостоятельно, им, конечно, нужно снова свой стартап и работать независимо. Я согласен, что Корус это про партнерство, про то, что мы вместе в долгую что-то делаем, при этом получаем значимые измеримые результаты и для клиентов, и для себя. И на основе этого генерируем энергию, которую, опять же, потом обратно отдаем в обществу. То, о чем мы говорили. Ну и, может быть, такой у меня последний вопрос, на самом деле. Вот если взять Лумакон, вот все-таки для тебя эта история про что? Это про бизнес или про что-то большее? То есть о чем это? Это точно не только про бизнес. Это не только у меня такая позиция. Мы с моими ребятами, с моими партнерами глубоко убеждены, что это не просто очередное место работы. Это компания, это наш ребеночек. Ребеночек, который еще довольно маленький. Он, как и любые дети, совершает ошибки. Но мы, как его родители, безумно гордимся его достижениями. И я, на самом деле, глубоко убежден в том, что Лумакон, как компания, как российская компания, она не просто про улучшение бизнеса их клиентов. Мы не просто строим успешный бизнес и помогаем нашим клиентам улучшать их цепочки поставок. Если взглянуть на перечень наших клиентов, он общедоступен, то выяснится, что мы работаем с компаниями, лидерами своих индустрий, которые впрямую оказывают влияние на жизнь миллионов наших соотечественников. И я считаю, что Лумакон вносит свой посильный вклад в развитие экономики России. Как бы пафосно это ни звучало, но я в этом прям убежден, что наша миссия помогать экономике России развиваться за счет того, что мы делаем. Кроме того, мы, хоть нам и один годик, мы уже запустили ряд социальных инициатив. Совсем недавно был анонс про то, что мы стали спонсорами двух волейбольных команд детских в Подмосковье. Общеизвестно, что я очень неравнодушен к волейболу и очень рад, что Лумакон имеет возможность оказывать посильную помощь детскому спорту, потому что я считаю, что он очень сильно недофинансирован. Кроме того, в ближайшем будущем мы еще анонсируем ряд инициатив социальных, которые, на самом деле, которые далеко не про бизнес. Это вообще не про бизнес. Это про наше желание, будучи успешной компанией, вносить свой, опять же, еще раз повторю это слово, посильный вклад в те социальные проекты, которые сейчас необходимы. Вот поэтому мы, с одной стороны, да, это бизнес, понятно, мы там все хотим зарабатывать деньги, но, с другой стороны, мы готовы часть денег отдавать на такие вещи, которые совершенно социальные, будь то детский спорт или еще какие-то социальные инициативы. И это наша позиция, которую мы будем придерживаться в будущем. Ну да, для меня здесь аналог такой, что хороший бизнес, он генерирует достаточно много энергии, притягивает к себе людей для того, чтобы они отдали обществу еще больше. И в результате получается, что общество дает бизнесу, а бизнес отдает обществу. И вот то, что ты говоришь, мне прямо очень близко. Когда ты сказал слово «ребеночек», я понял, что я хочу тебя как раз спросить про детские спортивные команды, но ты сам рассказал. Спасибо, это прям был очень интересный разговор. Спасибо тебе большое, я думаю, надо будет продолжить. Давай, давай. Субтитры сделал DimaTorzok